Работают на два фронта, говорит о ресторане «Другие» его основатель, шеф-повар Евгений Клопотенко. Первый фронт – это поддержание экономики, возможность предоставить рабочие места для тех, кто их потерял из-за войны. Как только прозвучал призыв премьер-министра, чтобы экономика работала, я подумал, что у меня есть команда, у меня есть люди, которые не работают, у которых нет денег и нужно им помогать финансово. И сейчас здесь работает 25 человек, мы даём рабочие места. Второй фронт – поддержка вынужденно переехавших украинцев. Часть меню ресторана совершенно бесплатная. Мы назвали меню номер два, чтобы люди не приходили и не говорили «Ой, покормите нас». А так они приходят и говорят «Можно мне меню номер два?» Мы говорим «Конечно». Туда каждый день входят разные блюда. Вчера был пастуший пирог, это было мясо, запечённое в виноградном соусе с картофельным пюре. В меню номер два входит полноценный обед, основное блюдо и напиток. Виктория переехала во Львов вместе с дочерью из Харькова. 5 марта выезжали под обстрелами. Успели взять только самые элементарные вещи. Женщина говорит, что любая помощь сейчас очень важна. Это очень крутая инициатива, мне кажется. Это для людей что-то новое. Вот человек приехал и проголодался, есть возможность поесть. Всё, что к добру, это хорошо. Мы зашли, были здесь в одно заведение недорогое, немного поели, 300 гривен. Для Львова это недорого, но надо иметь эти деньги, а у кого-то может их и не быть. Ежедневно в обеденное время в ресторане от 150 человек. С этим расчётом составляют бесплатное меню. Остальные блюда для посетителей, которые готовы их оплатить. Все эти люди на самом деле у них плохое эмоциональное состояние, потому что все откуда-то убегали. Я думаю, что если человек нуждается в бесплатной пиче, то он находится в плохом состоянии. И очень хорошо, что они могут прийти и поесть, хотя бы закрыть какую-то свою базовую потребность, потому что ещё есть много других потребностей. Та часть команды шеф-повара Калапатенко, которая осталась в Киеве, готовит для военнослужащих и сил территориальной обороны. В день почти полторы тысячи порций. Открытие львовского ресторана было запланировано ещё до войны. Просто сейчас формат будет временно другим. Юлия Биль, Вадим Дмитриев из Львова, специально для информационного марафона, Фридом, телеканала Юэй. Субтитры создавал DimaTorzok